Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к эфесянам Первоверховного апостола Павла. И сегодня мы делаем обзор пятой главы этого послания. Это предпоследняя глава. В конце предыдущей главы мы имели ряд важных наставлений, а в данной имеем их продолжение, в частности, призыв к взаимной любви и милосердию. Это первый-второй стих пятой главы. Предостережение против всякого рода нечистоты с рядом соответствующих аргументов и указанием средств против нее, то есть против нечистоты. Еще несколько предостережений и рекомендаций относительно некоторых других обязанностей. Это с третьего по двадцатый стих. И далее наставление о семейных взаимоотношениях. Это с двадцать первого стиха данной главы до начала следующей. И первое, что мы читаем, это первый-второй стих пятой главы послания к эфесянам, призыв к взаимной любви и милосердию. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Как подражать Богу? «Это очевидно. Одинаково хорошо относиться ко всем. Ибо Бог посылает свет солнца на праведных и на неправедных, и дождем дождит на праведных и на неправедных». И когда мы стяжаем вот такое божественное бесстрастие, мы уподобляемся Богу. Но в то же время, когда мы проявляем какую-то брезгливость по отношению к каким-то людям, это неправильно. Нельзя человека отыжествлять с грехами всей той группы, национальной или политической, которой он принадлежит. Это очевидно. И если мы на всех смотрим именно через призму, этот русский, этот украинец, этот белорус, этот американец, а это японец, этот на нашей стороне, этот не на нашей стороне, это глупость. Все это глубоко, субъективно. В конце концов, люди могут ошибаться и искренне ошибаться в соответствии с той фейковой информацией, которая до них как-то дотягивается. И подражать Богу – это иметь бесстрастное отношение ко всем. Как сказано, Бог не хочет смерти грешного. И более того, сказано, Бог не хочет смерти умирающего. А если кто-то начинает рапортовать, вот столько-то уничтожено, столько-то уничтожено. Кому уподобляются эти люди, неважно на какой они стороне, если в Библии сказано, что человека-убийца от начала – это дьявол. Далее идет предостережение против всякого рода нечистоты с рядом соответствующих аргументов и указанием средств против нее. Это с третьего по двадцатый стих. И мы читаем третий стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Что значит «не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». То есть мы эти темы не обсуждаем. Тем более мы не злорадствуем по поводу падения какого-то человека. И единственного человека, которого мы имеем право разоблачать в его падениях – это самого себя. И то это надо делать на исповеди, то есть в соответствующем месте. То есть это не должно даже именоваться у нас, у христиан. Не смаковать, не обсуждать, потому что христианские сайты – это все-таки не московский комсомолец. И святитель Григорий Палома пишет «Что означает «не должны даже именоваться у вас?» Он не ставит нам вину, если другие будут называть нас так. «Потому что ни в нашей власти не выстрадать это и совершенно не виноват тот, кто услышит, что негодное». И в ином месте показывая это, то есть что не то гнусно, когда кого называют блудником, но гнусно действительно быть таковым. «Аш и кто, – говорит он, – именуем будет блудник с таковым ниже неясти». Это отсылка 1 Коринфянам 5.11, где воспрещается иметь совместную трапезу с людьми неустойчивых нравственных ценностей. Палома пишет «Этим он, то есть Павел, не то говорит здесь, чтобы мы заботились о том, чтобы нас не называли так, но чтобы мы языком не произносили наименований, внушающих нечистоту». То есть мы даже не произносим своим языком те или иные пороки, чтобы как-то их не озвучить. Почему это важно? Есть опасность. Был такой случай, когда один молодой человек читал Уголовный кодекс, и он там дошел до половых преступлений, и он прочитал, и это его так перевозбудило, что он сразу решил совершить этот грех. И когда потом его расспрашивали, как это произошло, он сослался на то, что он читал Уголовный кодекс. И не надо удивляться. Апостол Павел пишет, что дьявол берет повод от заповеди, например, сказанной «не укради», «не прелюбодействуй», и заповедью, которая дана нам для жизни, губит нас, приводя к смерти. А то, что мы не должны реагировать на то, как нас обзывают, 1 Коринфянам 4 глава 3 по 5 стих, апостол Павел пишет, «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». И далее мы читаем «Также сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога». Ну, на самом деле, чтобы не создалась бы иллюзия ложная по поводу этих слов Павла, прочитаем, где они, эти слова, повторяются. Сначала вот то, что мы читаем по посланию к Эфесянам, 5 глава, 5 стих. «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога». А теперь 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11. «Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследует, не обманываетесь, ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует». И далее. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Амбразиастер пишет. «Дабы научить нас, что алчность так опасна, Павел называет ее идолослужением, хуже которого греха нет». Это то, что мы прочитали. «Любостяжатель, который есть идолослужитель». То есть всякий, кто стремится к обогащению, он идолослужитель. Он создал культ золотого тельца в виде доллара, в виде евро, а кто-то в виде рублей. Тем более сейчас курс рубля стал подниматься, и это тоже некое искушение для нас. Поэтому очень важно, друзья, понимать, что идеология современного мира это ничем не ограниченное стремление к богатству, это идолослужение. И в свое время Карл Маркс, который жил в сердце западной цивилизации и очень хорошо знал Боржуа, он писал, что Боржуа может вспомнить о Боге, если вопрос касается такого-то количества процентов. А если чуть выше, Боржуа готов развязать любую войну. Это факт, с этим нельзя не согласиться. Обогащение и это любостяжательство, любовь к стяжанию богатств в буржуазном мире это форма идолопоклонства по Священному Писанию. И смотрите, что пишет апостол, точнее не апостол, а пророк Исаия, 5 глава, 8-9 стих. «Горе вам, прибавляющим дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». И Амвразиастр поясняет, «Идолослужение отнимает у Бога положенное ему почтение, приписывая его твари. Имя Бога принадлежит только Творцу, присваивается творением. Алчность потому и приравнивается к идолопоклонству, что схожим образом алчный человек присваивает и утаивает то, что принадлежит Богу. Алчность не считается с тем, что Бог дает на общее использование. Алчный все забирает себе, чтобы другие этим не пользовались». И действительно такова экономическая реальность, когда всего несколько процентов населения земного шара владеют богатствами всей планеты и хотят все это распределять только по своему гедонистическому рассуждению. Далее апостол Павел пишет, «Никто да не обращает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Пустые слова, пустые речи, пустые выступления, декларации – это те слова, те речи, те декларации, которые исключают оценочное суждение Слова Божия, когда свое мнение человек ставит выше заповеди Творца. И 8 стих и далее. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, то есть не молчите, ибо, как говорил святитель Филипп Калачев, московский, молчанием предается Бог». Сейчас нам всем хотят на уста повесить замки. Это происходит и в Евросоюзе, и в Америке, когда они допускают, чтобы люди называли грех грехом, а праведность праведностью. Это может происходить и у нас. Это происходит где угодно. И далее мы читаем, «Ибо о том, что они делают тайно, мы никогда не знаем подлинные причины тех или иных событий, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть». Свет библейского откровения должен высвечивать реальность, то есть мы все оцениваем Словом Божьим, а не прагматическими рассуждениями о нашей личной пользе. Собственной, национальной, гражданской или какой-то еще. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. То есть время, но очень скоротечно. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и мы познаем ее через изучение Священного Писания. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего и Иисуса Христа». То есть есть серьезная опасность, когда люди упиваются вином, от которого возникает распутство, о чем здесь говорит апостол Павел, что он имеет в виду, он имеет в виду то, что некоторые люди, будь они трезвыми, они не поступили бы так, как они поступили в пьяном состоянии. Поэтому человек должен обезопасить себя, надо назидать самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господа. То есть мы должны находить свои христианские формы отдыха, свои христианские формы того, как мы отдыхаем. Далее идет наставление о семейных взаимоотношениях от стиха 21 данной главы и до начала следующей главы. Но прежде чем мы перейдем к этим наставлениям, я хочу немножко сказать все-таки о праздниках. В книге Иисуса, сына Серахова, сказано «Не запрещай музыки во время пира». Человек имеет право на отдых, он может исполнять какие-то песнопения, но при этом надо помнить, надо избегать гнилых слов, надо избегать пошлости, которая даже не должна именоваться в наших рядах. И далее. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Первое. Жены повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Здесь взаимоотношения между Христом, женихом и церковью, невестой, ставятся в пример для христианских жен, чтобы они понимали, как они должны подчиняться своим мужьям, как церковь во всем и всегда повинуется Христу, жениху. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Но не надо думать, что Священное Писание односторонне занимает позицию только мужчины, накладывая обязанности только на женщин. Конечно, нет. Теперь идет наставление для мужчин. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Здесь мужьям в пример подлинной любви опять ставятся взаимоотношения между Христом и церковью, между Христом женихом и церковью невестой. А церковь, мы знаем, это тело Христова, а он глава, точнее, голова этого тела. Поэтому и сказано, любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Помните, когда Адам увидел Еву, он воскликнул, вот это плоти от плоти, вот это кость от кости. Сейчас апостол Павел делает перенос этих слов на действия Христа и церкви, в их взаимоотношениях, потому что мы члены тела его, то есть Христа, от плоти его, а как мы можем быть от плоти его? Мы причащаемся его тела и крови, и от костей его, кость – это основание тела, основание церкви, это догматы веры, «посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть». И действительно, Христос оставил славу, которую он имел в царстве отца своего и сошел на землю, садился человеком, то есть нашим сателесником, став подобным нам во всем, кроме греха. «Тайна сия велика», продолжает Павел, «я говорю по отношению ко Христу и к церкви, так каждый из вас долюбит свою жену как самого себя, а жена добоится своего мужа». Августин Блаженный пишет, «Апостол говорит о великой тайне по отношению ко Христу и церкви, то, что велико в отношении Христа и церкви, в отношении мужей и жен менее подходит, однако брак нераздельное таинство». Конец цитаты, это цитата из трактата Блаженного Августина о браке и вожделении. То есть то, что Христос сочетал, никто не имеет права разлучать. Это будет подобно греху раскола, поэтому мы верим в нерасторжимость брака, точно так же, как мы верим в нерасторжимость Христа жениха и церкви его невесты. И если кто-то разрушает брак, он уподобляется раскольнику, который разрушает единство Христа с церковью и церкви со Христом, а как известно, грех раскола не смывается даже мученической кровью. Итак, сегодня отцы, братья и сестры, мы сделали обзор пятой главы, послание к эфесянам, это предпоследняя глава. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать шестую главу этого же послания, последнюю главу. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. субтитры 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 субтитры